Похоже, что чемпионы страны сумели отыскать действенные способы преодоления синдрома низкой реализации голевых моментов, преследовавшего Батте в первых чемпионатных турах. Судя по всему, инстинкт охотника просыпается у борисовчан, когда они встречаются с ближайшими табличными преследователями. Неделю назад трешку получили минские «Динамовцы», ну а в среду в Борисове под злую руку хозяев, да еще какую, попала вторая на тот момент команда чемпионата Гродненский Неву. Предполагаемо, исходя из табличного ранжира соперников сечи характеров не вышло и в помине, чемпион издевательски крупно разобрался с оппонентом. Начало голевому пиршеству хозяев положил Максим Скавыш. На седьмой минуте он беспрепятственно прошел от центрального круга к штрафной гостей и смачно зарядил в нижний угол 1-0. Не стал оставаться от одноклубника, и главный в этом сезоне Борисовский забивала Сергей Кривец. Перед самым антрактом он воспользовался неслаженностью оборонительных порядков в Гроднице и довел счет до 2-0. После антракта чемпион подтвердил свое безголевое лидерство в чемпионате еще четырьмя мячами. На 55-й минуте Павел Нехайчик хладнокровно неторопливо уложил мяч в дальнюю девятку. Затем все тот же Кривец, а вслед за ним Игорь Стасевич, отметились в голевой графе протокола матча точными ударами с 11-метровой отметки. Но завершил голевой эпопею матча снова Скавыш. За три минуты до финального свистка Максим оформил собственный голевой дубль и придал счету поединка окончательный вид 6-0. Абсолютно таким же на тот момент стало и соотношение побед и поражений Батте в нынешнем чемпионате. Вспоминая слова недавнего телеперсонажа, внушает. Минские «Динамовцы» в шестом туре принимали в столице футболистов Витебска и, надо сказать, заставили поволноваться своих поклонников. В первом тайме подопечные Славолюба Муслина выглядели чуть активнее гостей, однако на перерыв уходили, уступая в счете 0-1. На 21-й минуте форвард Витеблян Владимир Шаков блеснул техническим мастерством и точностью исполнения завершающего удара. Восстановить равенство в счете минчане сумели через 7 минут после антракта. Брунан Банангои в силовой манере поборолся за мяч на втором этаже и поразил ворота Павла Чесновского. Мячья 1-1 продержалась в матче всего 11 минут. Очередная атака «Динамо», заметно превосходившего во втором тайме Витеблян, завершилась голевым ударом Станислава Драгуна. В оставшееся время матча хозяева атаковали многое и с удовольствием, но счет изменений не претерпел. Мячья не выиграла 2-1. Мои футболисты показали характер, потому что у нас были последние две удачные игры и результаты последние. Нужно было выигрывать, если было давление. Если на перерыве тоже проиграли 0-1, они смогли с наглой силой, чтобы выиграли. Они молодцы, я хочу поздравить моих ребят, потому что они заслужили победу. Брестская «Динамо», в среду принимавшая на беспроигрышном для него вот уже 10 матчей родном стадионе Жодинских автозаводцев, заполучила голевой гандикап уже на 12-й минуте. Дмитрий Мазалевский своевременно среагировал на отскок мяча после выстрела в штанг Олексея Тарабанова 1-0. Вот только возможности перейти на удобный для себя контратакующий стиль игры, отдав инициативу Жодинцам, причине не получили. Уже на 23-й минуте мяч после удара со штрафного Дмитрия Климовича достиг цели 1-1. И хозяевам снова надо было идти вперед за победой. Обозначенной цели «Динамо» достигла сразу после перерыва. Результативным получился розыгрыш углового, который завершил Демидович 2-1. На этот раз праздник на Брестской улице получился более продолжительным, но опять-таки испорченным. Минут за 10 до завершения встречи торпедовец Ширяков установил окончательный ничейный счет в матче 2-2. Футбольный клуб «Минский», если кто запамятовал, разгадал секрет побед в чемпионате страны только в пятом туре в гостевом пинском поединке против «Гранита». Те непередаваемые ощущения столичные футболисты наверняка жаждали ощутить и в туре под номером 6, на этот раз дома, на родной торпедовской арене. Только вот в соперниках у минчан в среду был не записной аутсайдер из Мякашевичей, а финалист розыгрыша Кубка страны «Новополоцкий» нафтан. Впрочем, подопечные Сергея Еромко своей игрой в нынешнем сезоне уже заявили, что авторитетов они не признают. Это ощутили на себе и гости из Новополоцка. В первой половине игры дерзкие, зубастые атаки минчан определенно выглядели симпатичнее у баюкивающих кружевных комбинаций новополочан, которым зачастую не хватало обостряющей смелости. Креативным звеном хозяйских атак по большей части выступал реактивный кошель, который время от времени, хоть и путался в собственном дриблинг-танце, частенько доводил дело до весьма волнующего завершения. Перспективные семена атакующего задора, впрочем, дантракта результативных плодов не принесли. Зато дали результат в самом начале тайма второго. Массированному наступлению горожан, которое трижды как о каменную стену разбивалось от защитной редуты нафтана, второе дыхание дал навес Вячеслава Горбаненко. Для новополоского кипера Антона Ковалевского он, видимо, оказался сюрпризом. От рук стража ворот мяч коварно пересек линию. Нежданно негадан, но вполне заслуженно Минск вышел вперед. 1-0. Голевой провал и последовавшие вскоре три замены, проведенные главкомом нафтановцев Игорем Ковалевичем, игру новополоского клуба встрепенули не слишком заметно. Хозяева по-прежнему верховодили на поле, напрягали Ковалевского при розыгрышах угловых и, очевидно, жаждали увеличения своего голевого актива. Желаемого мяча не дождались, а точнее достигли собственными усилиями на 80-й минуте. Андрей Разин в буквальном смысле оказался на мяче во вратарской гостей, но не растерялся и привел цифры на табло в окончательный вид. 2-0. Вторая подряд победа команды Сергея Еромко. Нападающий допускает ошибку, не забивает. Это как-то не видно. Если обрезал кто-то мяч, еще можно поправить. А ошибка вратаряна всегда видна. Ну, конечно, ошибка. На ней надо работать. Я не могу его винить. Это его работа стоять в воротах. Сегодня он отыгрался, но не так, как надо. Молодой человек, наверное, все сделал. Стравится. Задача наша была не проиграть тактически. Я, в принципе, предполагал, что она в танк не откроется, не полезет сразу. И надо было выдержать ту игру, которая была в первом тайме. Да, она многим не понравилась, может быть, и нам, тренерам тоже. Но я говорю про свою команду. Мы выдержали то, что хотели. Искали момент в быстрой атаке. Гомельская встреча шестого тура, в которой местные белозеленые футболисты принимали столичное МТЗ Репо, началась обескураживающе для хозяев. Уже на первой минуте грузинский минчанин Гиви Кварацхелия хитроумно наказал голкипера гомельчан Владимира Гаева за опрометчивый выход из ворот. 1-0. Вперед вышла команда Юрия Пунтуса. Хозяевам удалось отыграться на 17-й минуте, когда поборовшийся за мяч Ренан Брисан предоставил идеальную возможность отличиться Александру Клименко. Ничья 1-1. Через 9 минут уже сам Брисан отправил мяч в ворот Александра Сулина, точно пробив в самый уголок метров с 25. И все же на перерыв соперники ушли при равенстве в счете. На 39-й минуте Николай Рендук с чудовищной силой вогнал мяч в девятку хозяйских ворот, не оставив Гаеву шансов на спасение. За 20 минут до финального свистка гомельчане снова вышли вперед. Защитники гостей оставили без опеки Майкона Калижури, чем он хладноркомно воспользовался. 3-2 ведет Гомель. Однако победа ускользнула от хозяев на второй компенсированной минуте матча. Литовский легионер Минчан Лукша оказался самым расторопным в штрафной гомельчан и установил матч окончательный. Ничейный счет 3-3. Могилевский Днепр в матче шестого тура принимал на домашнем стадионе торпедо солигорский шахтер, в последнее время серьезно забуксовавший на чемпионатной дороге. В первом тайме соперники изрядно потрепали друг другу нервы в обмене с симпатичными и довольно острыми атаками, задав тем самым встречать личный тон и боевитый настрой. Главное протокольное событие матча случилось через 5 минут после перерыва. Днепровец Александр Сазанков сентуичил в ходе атаки своей команды и вовремя подоспел к отскочившему мячу. 1-0 в пользу Могилевчан. Горники переложили массу стараний, чтобы отыграться. В оставшееся время подопечные Юрия Вергечика вполне могли забить, причем не однажды. Впрочем, и пропустить в ходе острых днепровских контратак гости также могли. Выручил Макавчик. В итоге Могилевчанам в этом матче, как и в пяти предыдущих, так и не удалось забить больше одного гола. Хотя горевать по этому поводу днепровцы после финального свистка вряд ли стали, ведь футболисты Шахтера отметиться точными ударами и вовсе не смогли. Таким образом, Могилевчане впервые с 2003 года, а за это время прошло 11 очных свиданий соперников, переиграли Шахтер 1-0. В наш видеообзор шестого тура чемпионата страны в высшей лиге, к сожалению, не попала Сморгонская битва гигантов. Сморгонь поднимала Микошевичский гранит и победила 1-0, благодаря голу Сергея Крота на 70-й минуте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!